господи что потекло она не должна так разбираться если в таком себя увидел я пошел и застрелился я тут начинаю прозревать потихоньку всех категорически приветствую сегодня будет у нас видосик видосик у нас будет про разбор вилки пайк это моя вилочка она что-то стала фиговастенько работать и мы решили ее перебрать и почему я решил сделать это видео да потому что многие задаются вопросом можно ли перебирать вилку самому чтобы не отправлять ее куда-то там в москву или еще куда-нибудь а вилки перебирать самостоятельно насколько там все это сложно можно ли там что-то сломать если туда залезть и что нужно для того чтобы вилку перебирать и как она вообще там внутри устроена поэтому вот и посмотрим на примере этого видео что же будет если два абсолютно ничего не понимающих в этом человека возьмут залезут вилку и попробуют ее сами самостоятельно перебрать причем у вилки есть конкретная проблема нам фиговинка работает но там и еще эту проблему постараемся найти в чем причина и постараемся эту проблему устранить и важный дисклеймер мы ничего не понимаем в переборе вилок мы вообще не эксперты в этом все что вы здесь сегодня увидите это все наши догадки наши мысли они не обязательно правильные мы возможно где-то ошибаемся делаем что-то не так поэтому просьба особо впечатлительных людей убрать от экранов а в комментариях не разводить срач описать какие-то объективные советики так скоро мы кстати переместимся к саше в гараж где произойдет все это действие то что меня дома нет ни одного инструмента да и делать это особо негде вот а саша нас любезно принял еще и видосе сниматься согласился золотой человек так вот пока расскажу вам очень полезную информацию потому что я разыграю шлем в этот раз шлем разыграем прикиньте причем шлем топовый от производителя пок шлем пок тектал популярный шлем который наверное видели в роликах джимбен там многие в нем катают шлем популярный клевый обожаю вообще пока не делают очень качественную удобную защиту технологичную вот и собственно решил разыграть потому что канал растет благодаря вашей поддержке вот розыгрыш пройдет каким образом розыгрыш будет проходить среди платных подписчиков пусти вот я причем постарался сделать максимально дешевую подписку чтобы она была доступна и вообще абсолютно любому потому что подписка на бусте стоит всего 100 рублей и давай быть честным 100 рублей это ну это один стаканчик мороженого или бутылка колы поэтому цена просьбы как доступная для всех в розыгрыше может поучаствовать всем вот все что тебе нужно сделать это стать моим платным подписчиком на пусть так еще и доступ к закрытому контенту получше потому что я туда выкладываю видео которых нет на youtube чеки вот и собственно среди платных подписчиков просто рандомно с помощью генератор случайных чисел мы разыграем этот шлем вот такие вот дорогие все максимально просто поэтому все что тебе нужно делать подписаться платно на мой пусть и и ждать итогов розыгрыша вот так вот все просто и шлем может достаться именно тебе поэтому желаю всем короче удачки хватит мне тут уже болтать про розыгрыш сказал на бусте залетай вот еще телеграм-канал мне кстати есть этом педальки гриппса разыгрываю частенько вот платим туда тоже залетай а теперь давайте уже приступим к сути видео хватит болтать решил я тут залезть вилку но как я я-то су но у меня сегодня помощник есть слава богу вилка работать перестала потому что ну как перестала она работает так но при попытке ее аккуратненько стронуть легонечко она отказывается это делать как будто она заблокируется а если усилий добавлять добавлять то она потом резко как фигак и проваливается вот на прыжках это незаметно да и даже собственно при катании едет не особо замечал но хотя должен был по идее но это точно не здраво вот точно в это надо делаться лезть а в пайк залезать вообще стремно потому что стоит миллион денег сейчас но мы же отчаянные типы поэтому это сделаем я не знаю что происходит но почему-то почему-то я доверяю происходящему это обычный мебельный полироль обычные мебельные полироль у нее активная пена она всю грязь сразу вот мыть и соответственно надо чтобы никакой грязище потом при разборке внутрь не мало если кто не стал то я во внутренностях велосипедных не понимаю ни черта сегодня у меня урок препарирование вилки после фразы тут я решил снять не ну просто песочек это в сальниках ну здесь такое место здесь скапливается часто мы делаем все немножко в спартанских условиях вот поэтому ну будь у нас скажем чуть-чуть время на подготовку и доступ к какому-нибудь хотя бы оборудованию адекватному мы бы это наверное да я не знаю я бы керхером просто помыл честно говоря потому что ну все равно же разбирать ну нагоню чуть-чуть воды внутрь я же сразу туда обезжириватель залью потом керхером же мыть нельзя но нельзя из каких соображений внутрь попадет вода вот если смазочный материал поддерживает химическую реакцию с участием алюминия и воды то произойдет ну какая-то химическая реакция закоррадирует что-то а еще есть мнение такое что от высокого напора по лиц портятся сальники сами вот эти нет ну их просто в моменте отгибает но если ты ее через секунду разберешь вилку то разумеется вреда то никакого не будет то есть но опять же я тот еще эксперт знаете я перебрал целых две вилки в своей жизни но они живы и всем нравятся до именно после того как я потрогал вилку александра удивился и захотел также потому что у тебя рекон же да у тебя рекон а у меня пайк топовый еще пайк и даже мой пайк так хорошо не работает как этот рекон или начинает шашка шарит вилка перебиралась к сберем прошлом году но я разбирали тут она 150 было стало 160 раздушную это поменяли пружину кстати по поводу масла в пружину сколько хватит вот столько надо масла в пружину ну вообще больше но мы еще используем слиг хайни туда же чуть-чуть до слова пока мы не получили в камеру полетит масло это очень страшный момент подними она самортизирует иначе воздух штанах был заметил шик ну да слушай я не хочу в этот болт бить я наверно его выкручу и ударил в другой или нет нет он нормальный прошло да все поверни на бок и потом сейчас насыпем туда говно вилку в прошлый раз когда мы также пили по вилке это было очень страшный момент потому что это выглядит так как будто она не должна так разбираться врачу просто ну можно так так это воду воздушные до хера масла это много еще на какую страну света или нет но это блин сложно сказать что это не это жидкая пятерочка я ожидал что ты его лизнешь так это в любом случае минералка ну точнее не минералка смесеночка так на себя тянут так ну в демпферной ноге маслечко по нулям практически а должно быть ну да но тут в одной ноге должно быть где-то порядка 15 миллилитров воздушный как раз а в демпферной порядка ну семи с половиной может я не эксперт лёха псков говорил то что демпфер должен свободно перемещаться туда сюда вылазить на чуть-чуть если он вылазит если его выдавливает на весь ход значит он завоздушен не мои слова в демпферы никогда не лазил не знаю такая вообще просто вот так вот выдернуть оттуда тоже не не прокатит чтобы соответственно воздух выпустить не знаю посмотрим вопрос в том что почему я его сжимают с огромным усилием он должен вообще проваливаться прям с огромным да прям с гигантским согласен он как вторая пружина в то время как у меня на рок-шокс он прям свободно совершенно перемещается так а за воздушный демпфер это как раз таки говорит о том что надо на нем менять резиночки если воздух туда пропускает скорее всего просто масло перелили в ногу один из вариантов не а масло причем там же воздух но ты смотри вилка сжимается на весь ход да вот если бы там не было масла обжалось и жалость уперлась в отбойник если бы его там немного она бьется в масло над где она отгибает резинку демпфера а и тогда воздух и туда и масло и воздух то есть и масло до хера слишком и воздух короче перелили масло возможно возможно это вообще не точно абсолютно давай у легких псков спросим какие они легкие кстати говоря штанишки так мне сейчас интереснее разобраться с ногами потому что со штанами не сложно по моему там какая-то гадость либо это просто масло сейчас разберемся подожди давай чтобы их не пылить не их заклеим пока пусть лежат рукожоп давай пока воздушную переберем переберем то что знаем сша я так полагаю что тут вверх откручивать не обязательно хотя если мы просто заглянуть хотим то в принципе его бы в идеале открутить потому что там стоит две проставки я не хочу две проставки потому что надоело она у меня на весь ход не работает а то есть вот даже здесь понятно что она не строги сухой трение чувствуется смазки смазка не но скорее смазка перетекла вниз все на это попробуем раскручивать а вот я съемок вот это чтобы она дать нет вот который вот там вот это вот про эту херню говорили лезет что-ли слушай причем она прям идеально подходит но у нее тепло края не такие острые единственное что но я не думаю съемник от кассеты оказывается можно снимать не только кассета еще и неплохо неудобно немного вообще на изи я немного не представляю что сейчас меня ожидает я сейчас вот это откручу попаду просто в позитивку увижу наверно сверху поршень но штангу я вытащить не смогу она судя по всему через низ вытаскивает штанга через низ вытаскивается надо вот этот снять стопорное кольцо да вот они мои две прострочки это ты объем позитивной камеры уменьшил для того чтобы прогрессию повысить чтобы она была такая странировалась легко а потом она наращивала на я переборщил потому что по крайней мере с моим весом для этих проставки вот их тут 2 на 2 эти проставки оказалось слишком дофига и она мне на весь ход не срабатывал там ничего не видно поэтому поверьте нас во что он там есть поэтому одну сейчас выкрутим точно а то есть до 160 разогнал вилку себе а она а она в итоге на весь ход все равно не срабатывала как будто те же 150 и остались что и было поэтому одну проставку нафиг отчеты цикл продукты из нас резиночек чуть-чуть присутствует как написано focus gold вот это слова уже те которые внушают доверие вот это уже что-то что-то из разряда того что мои вилка может спасти вот это да она молотком бы по ней бьете вот это на самом деле совершенно бессмысленное действие но просто резинка сухая чтобы не зашковорил я чем-то ее помазал можно был консистентный мне кажется мы можем я снять пинцетом каким-нибудь типа вот эти есть какой-то я тут начинает прозревать потихоньку оказывается я думал что вот эта штука вся двигается вот так вот в вилке а нет вот эта штука у нас оказывается статичной двигается только вот так и соответственно вот здесь вот есть объем воздуха который негатив к владеешь негатив к правильно саня здесь негатив к здесь позитивно позитивка сверху как раз вот между топ хэпом и поршнем ну наверно ну да это логично весьма да то есть получается как раз когда и поршень сжимается то воздух между крышкой вилки условно говоря и вот этим поршнем сжимается до счет чего да он не может полностью сработать ну как может при пробитии в здесь негативная камера которая соответственно воздух здесь разжимается и он стремится обратно эту вилку вернуть надо как это как со шприцом аналогия вот это как оказаться слушай я не думаю что вм нее стремится обратно он разжимается он помогает ей сжаться просто быстрее а вернуть она стремится сама себя а ну да за счет того что сжимается будет Вот здесь, вот этот воздух тоже, но это тоже вернуть стремится, он же тоже разжимается, соответственно, там давление падает. Там давление нормализуется, оно там изначально положено, оно же сжато. Век живи, век учись. Слушай, а как это? Вы же это вынимали когда-нибудь? Мы это меняли. А покажи мне, как она устроена. Есть, сейчас дам. То есть просто вставлена? Ну, вроде как да, то есть там каких-то сложностей не было, по-моему, просто ее это самое. Ну, вынули сопорную и вынули эту хрень. Да, мне кажется, просто это надо с усилием делать. Не точно. Ага. Так может это тогда не просто так? Нет, это просто так. Сейчас, вон она ей поддается. Ага. Сейчас выскочит резко. Угу. Так. Выглядит-то, будто так не должно быть. Слушай, ну это этот, это либо с... Это срамбатор, наверное. Угу. Как раз. Очень липкая, но густая. Это не сликхайни, сликхайни жижи. Это плохо или хорошо? Ну, износа нет. То есть оно работало. Возможно, просто страгивалось, не вах. Ну, типа, ничего преступного. А за страгивание, по сути, будет отвечать смазка, которая вот здесь вот. Вот здесь и на внутренней поверхности. Сейчас мы проведем просто тест на то, нет ли там говна внутри. Блин, я так себе рот смазал, он такой смазанный. Ну, даже нормально. Ну, в целом. Ну, нет, ну какая-то вот грязь есть все равно. Ну, это прям... Ну, это воздушные пружины, ни хера себе. Это как грязь в мозге, блядь. У человека. Многие живут. Знаешь? Ну, да. Не особо жалуются. Ну, это... Ну, какафония чуть-чуть есть, конечно. Ну, какой-то песочек. Ну, это не прям, чтобы прям фатально. Блин, я если бы такой у себя увидел, я бы пошел и застрелился просто. Честно. Слушай, а я специально не делал милевое ПТО. Ну, как специально, мне это было впадло. Вот. Но я просто смотрел разбор именно пайков. И вот почему-то в пайках они за этим следят. Ну, понятно. То есть, все пайки, которые они разбирали, были абсолютно нормальные. Так, ну, пойдет. Ну, уже что. Они были нормальные. Слушай, ну, на самом деле, вот это вот черненькое, то, что мы тут наблюдаем, это вполне может быть просто продукт износа резинки. Либо это мы сейчас туда допустим. Мы точно не будем сюда. Да ты что, мы следим за этим просто неистово. Здесь стерильные условия. Мы перед тем, как сюда зайти, значит, всю эту самую влажность в помещении повысили, чтобы пыль не летал. Можно мазать именно саму... Все подряд. Да все подряд, конечно. Саму резинку. Все то, что трется об штаны. Да. Не дохера? Дохера?! Нет, да? Нет. Я не знаю, сколько нужно у тебя, поэтому и... Чпунк, чпунк. Так. Держи. Вот для воздушной пружины, то есть то, что мы сейчас намазали, PM600 годная штука. PM600 для нее создана, это оригинальная смазка. И там кроме нее, по идее, ничего быть не должно. А ты где-то говорил, что PM600 херовая смазка, смазка это для чего? Для демпфера? Нет. Для ног. Для ног. Для бушингов. Это что? Бушинги? Это в штанах вот, обо что ноги трутся. Ага. Потому что PM600 она не особо скользкая, она больше липкая. То есть ее задача вот здесь оставаться на поршне вечно, всю жизнь. Вот. И сейчас я туда капаю пару капель очень густого липкого масла. И сейчас ножка будет вылезать. Сколько всей? Ну вот сейчас выглядит достаточно. Показывает 0. Качай еще. 10. О, страгивание. Есть, да? Вообще кайф. О, попробуй. Мельчайшее прикосновение страгивает ее. Ну типа вообще никакого подлипания. но это сейчас дойдем до этого суши чем мы ждем давай загуглим просто как разобрать чартер я сейчас начал крутить вверх и у меня просто начал переключаться отскок но скорее всего этого надо упереть просто сейчас какой-то крайне положение потом начнет откручиваться уже но возможно да но мне бы хотелось не открутите не увидеть там гайку просто совершенно спец нам надо его вынуть из ноги и короче забрать его чартер этот ваш она у нас выбора нет давай помойм поролоновые ты можешь их просто взять рукой и помыть обезжиркой но я просто шум пол делающим наливая прям в ногу до хера я прям еще лилей хорош саш не хочет веломастерскую открыться долго очень долго все делают бензи был бы на расхват вас не у кого обслуживать это все понимаешь еще велом мастерской не хватает чей блок потом по велом мастерской 2 там еще ирина по кардиологии будет ваше еще раз расскажи что ты будешь делать я сейчас беру слик хани это жирная фоксовская по моему смазка для бушингов напихиваю ее на кисточку и размазываю по бушингам бушинге это короче впрессованные в ноги такие кругляшки которые по диаметру точно совпадают с ногами и ноги вы об них трутся этот ну грубо говоря подшипник скольжения вот я сейчас до дальнего бушинга дотягиваюсь и мажу его слик хани аля мак полор лубы это минеральное масло для смазки цепей бензопил это смазка дольше оставалась в пружине воздушной тут и масляная пленка нерушима практически в этой штуке даже если пм-ку всю выдавит все равно не будет сухого трения ну и с этой стороны соответственно поршень также ну там надо еще чуть давить ну короче по м-ка и слик хани все будет хорошо она не должна глубоко но там нет там должна про . оголиться это под стопорное кольцо то есть на сколько всунешь настолько и должна а вот так на упирается а там есть такая слушай но оказывается если так подумать это не так уж и сложно если вот но это один раз кем-то это перебираешь словом говоря видишь потом ты в целом то и в состоянии самых делать даже в пайке который на день за он вот честно говоря пока что от реконы ничем не отличил я тоже думал что в пайке будет все слишком сложно собственно это была главная причина сжатия моего очка туда лезть но оказывается там не так уж все и завороченное стопор так ну и у вас на повестке дня остался только чартер самые незнакомые не думаю что это сложно кстати тоже даже я уже успокоен стал ну потому что все как бы из-под контроля пока ничего не вышло вот если бы еще все что можно разобрать можно потом собрать даже если не нашими руками но вообще в целом то есть как бы даже если что-то сейчас тут на фигачим то это можно будет все поправить до демпферты и купить можно если что он стоит страшно да это даже нет если мы наконец-то сейчас 3 слов а лаврит мы все принимай посылку если вдруг разобрали а собрать не смогли так вопрос что откручивать синюю или только в целом как в целом конечно осенит осенит она крутится вот этой внешней а это у сангресси не это сама регулировка вы да 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 то есть если он сейчас делает шик значит проблема была в том что воздух на сосал он и судя по тому что я видел на видосе он не сделает никак пшик потому что он работает не по ноге а у него стрите внутри самого себя у него свой корпус как и чтобы он сделал пшик надо будет этот корпус такой ценный инструмент оказался съемник кассет да судя по тому насколько эта штука крутится сложно сейчас ощущение есть что она в меня сейчас как пуля полетит по факту не должно там же воздуха не должно быть но как ты только что говорил а то там масляные ванны ты нет чего я мозг парю где груш груш которая надувается когда вот шток туда входит получается как он надувается вот так слушай но я тебе так скажу груша не надута значит избыточного давления там нет но масло тут повсюду это плохо но его туда закидала с другой стороны слушай но груша была бы надута если тут было дикое давление маша она должна быть еще сильнее спущена чем сейчас нет я там упираюсь в жесткое во что там тут есть давление какой-то но не вах прям на чем мне с этим предлагается сделать как его посмотреть а типа вот ну датс а не слушай это же гигантская приз маклизма тогда нет я к тому что сколько лишнего веса то чего же ты в ноге он не сделал просто она другой страны такую конструкцию с ноги на мне сделаешь маршерна проблемы слушай но я не знаю мое мнение в том что если бы была проблема с тем что за воздушном демпфер груша была бы надута потому что когда я делаю вот так она надувается именно поэтому она и назад и возвращается кстати говоря кстати говоря да значит нормально значит и груш выдавливает масло то есть у нас элемент упругости не воздух попавший туда просто вот это резинка а просто груши ну и нихер лезть сюда значит так и должно быть на схирали тогда она так сильно мешает ну да но строги вне она мешает просто неистово нет начало так вот безопасно я думаю вот откройте и сейчас тихонечко он сделает шик и закрутить его обратно но я думаю что и все и мы этим ограничить есть такое предложение я почему-то уверен что произойдет примерно это вот давление потекло масло да избыточное но как она может сверху быть если я перевернул как он может быть там избыточный его туда на то его туда натолкала просто откуда ну из ноги откуда это маслом они изнутри вылилось точнее как вылилось изнутри типа как она попала ну да ну типа как как нельзя же залить под давлением масло а давление есть ну то есть я выйти я открыл и из верхней точки вытекло масло под давлением значит давление было чуть избыточным но это отскок но стало легче могу сказать еще попробую сейчас открутить в крайнем верхнем положении я думаю что это на этом все по моим ощущениям изменилось процентов на 30 на типа она сопротивлялась она пружинила сжатью а сейчас она не пружинит просто сжимается неохотно она не сопротивляется она просто делает это медленно сопротивление от нее я не ощущаю было сопротивление будто лучше стало но может еще открутить слушаем мы не знаем вопрос в том что она была как пружина то есть я нажимаю она тут же назад сейчас она просто медленно сжимается медленно разжимается замедляет просто ну то есть демпфирует то есть в ней все-таки масло было много ну по всей видимости да но она рожать и вот здесь вот в последний момент делаешь нечто странное но она так не разжимается я думаю ну и чё ты бьешься поршнем в дно просто она делает ну это да это есть такое но она должна ли нас слушай ну здесь вот у меня нулевые знания абсолютно отношении вот этого демпфера и чтобы мы кладем берем ноги и мы этим маслом сейчас просто помоем ноги и всуним и в тачке такой сейчас мне надо пропитать проломки собственно шприцом поможет не знаю что такое трогущие это какая дорогущая смазка наверняка нет тормозу я перестал что-либо комментировать и потому что перестал что-либо понимать я смирился с происходящим просто и ждут все закончится это все так непрофессионально выглядит на самом деле но покер так и сейчас люди такие смотрят которых ничего не понимают и такие в смысле непрофессионально что слегка не всякие масла для кармда конечно это благодаря вот этому маску и были слегка не говоря это же большая позитрение поэтому важно чтобы здесь была какая-то годная смазка в это трение минимизировать максимально чтобы усилие на строге не было минимальным я пропитываю проломки секунду подержи пожалуйста на всякий случай вдруг на этой резиночке был какой абразив так теперь воздушную ногу вообще гуглиться обычно сколько лить миллилитров короче в воздушную смело пятнашку есть пятнашка не знаю короче ладно я сколько мне налить в эту маслю я налью давай людей ну 7 да вот 5 ну 8 6 7 8 в принципе в реконах такое количество работают мы потом мы будем собирать пайк обратно тестировать потом обнаружим то что мы не прокачали демпфер поэтому демпфер после того как клапан откручиваешь демпфер он прокачивается точно так же как и тормоза поэтому демпфер нужно прокачать вот ну и после значит всей этой канители я поехал тестить велосипед на собственно на трейлы на трассы вот и что выяснилось а прикиньте а вилочка начала заметно лучше работать прям заметно у нее стало гораздо лучше строги не чем на заводских смазках поэтому то что саша там на мешал это оказалось очень годной вещью я собственно когда-то его рекон потрогал пожмакал и он так офигенно работал и строги вался что я захотел также поэтому мы саша вилку и перебирали в общем вилка реально стала работать круче это заметно она стала лучше отрабатывать мелочь она стала лучше строги ваться короче опыта читаю прикольно вывод какой вилку можно перебирать самому вот можно там один видосик посмотреть во вторых есть интернет вообще там видос в кучу можно мануал посмотреть собственно официально от rock shocks как илочку обслуживает перебирать и в общем то не так там все и сложно я теперь больше не боюсь лазить туда даже в одиночку то единственный вопрос в инструментах но если у тебя эти инструменты есть то я думаю то что смело можешь лезть ну или инструментики там прикупить себе и лезть, короче вилочки можно само обслуживать и вообще вполне особенно если это обслуживание без залазения в демпфер, то это там вообще все просто а в демпфер залазить в каждом обслуживании не обязательно, насколько я знаю я тоже тот еще эксперт, помните поэтому вот так вот, такой вот видосик получился, расскажи мне пожалуйста, как тебе вообще такой форматик вот, стоит ли еще такое делать, потому что если у нас там еще с Сашей пару планчиков, пару идей на видосы вот, ну и напомню тебе, что шлем разыгрываю, вот, пак тектал жирный розыгрыш, то, залетай-ка мне на бусте, подписывайся, среди платных подписков пусть и шлем разыграем, в телеграмм канал у меня есть, там я разыгрую мелочь всякую типа, педальки, гриппцы, ну приятные приятности, короче, ну и вообще за жизнью мы это можешь следить, вот не нам только ради розыгрыш туда переходить, да, будешь переходи туда, чтобы дружить и общаться с вело-сообществом вот, ну и что еще, что еще, все хорош, всем счастливо, всем пока, всех люблю всех целую